Не, не о чем с вами разговаривать. До свидания. Сожалеете о поступке? Я? Нет. Ну, вы почему тогда раскаиваетесь и пришли? Вам все равно этого не понять. В 2012 году подсудимый Алексей Костенко прошел пешком около двух часов, чтобы навестить своего очень дальнего родственника, отчима своего отчима, 74-летнего пенсионера. До этого они уже были знакомы и, несмотря в 50-летнюю разницу в возрасте, бывало, время от времени выпивали вместе. Но в этот раз составить компанию молодому человеку старик отказался и лег на кровать. Разъяренный и уже подвыпивший молодой человек не вынес такого оскорбления. Схватил кухонный нож, вбежал в спальню и стал убивать обидчика. Достоверно было установлено, что подсудимый действовал с прямым умыслом, на что указывает характер его действия, то есть нанесению колюще-режущим предметом ножом, ударов в жизненно важные органы, а именно шею, спина. Действовал подсудимый Костенко с особой жестокостью. Одной рукой он держал голову пенсионера, чтобы тот не мешал перерезать горло, а затем нанес колотый удар 74-летнему мужчине в область сердца, после чего осознал, что натворил, скрыл улики. Ножи, кожаные перчатки, в которых он был, Костенко выкинул по дороге домой за забор нефтебазы на улице Деповской. Шло время, но убийцу пожилого человека так и не нашли. Не было зацепок. Зачем он сдался-то? Вы знаете, я даже и не знаю, почему он сдался, поскольку, согласно материалам уголовного дела, он впоследствии проживал в данной комнате, квартире. Вот. Но на протяжении с 2012 до 2016 года, ну, возможно, ну, это только он может ответить на этот вопрос. По материалам суда, через год Костенко женился и по предложению своего отчима переехал в квартиру убитого пенсионера, который был приемным отцом отчима. Пара жила. Помимо двух детей от предыдущего брака, супруга родила убийцей еще одного ребенка. А затем началась мистика. Однажды жена рассказала подсудимому, что к ней во сне является мужчина с перерезанным горлом. Костенко не выдержал и рассказал ей, что несколько лет назад убил в этой квартире человека. Угрожал ей, чтобы она не проболталась. Но впоследствии все же решил сдаться. Суд предварил признать Костенко Алексея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, на значимое наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. 8,5 лет колонии строгого режима 31-летнего убийцу, похоже, не смутили. Суд учел явку с повинной и маленьких детей на иждивение осужденного. Иначе наказание было бы значительно выше. Ну а ближайшую восьмилетку, сознавшаяся душегуб, будет существовать за счет налогоплательщиков. Хороший снимать здесь уже. Иначе я вам так сейчас буду наступать. Вам не расстраиваться нормально. Не строго, так. Жизненно. Нормально все так. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время. Иван Бер, Владимир Семенов.